Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края В Ингодинском районе прошел очередной рейд по алюменщикам. Те, кто бросил своих детей на произвол судьбы или оставил семью, не стремятся отдавать долг, который, как известно, платежом красен. Ежемесячно приставы проводят работу с такими любителями прятаться и уходить от ответственности. Всего на исполнении находится 865 человек. Из них некоторые привлеченные к уголовной ответственности. По части первой статьи 157 осужденные некоторые добровольно оплачивают. Часть должников находится в розыске, остальные направлены на удержание заработной платы. Типичная представительница должников по алиментам – женщина, задолжавшая своему сыну, которому 16 августа исполнилось 18 лет. За все это время ни копейки она не платила, и долг сейчас составляет почти 400 тысяч рублей. Отметим, что таких, как эта нерадивая мать, чьи дети достигли совершеннолетия в Забайкалье, 1150 человек. Так а вы почему не отбывали исправительную работу? А охота в тюрьму просто так садится? Нет. Когда дети уже взрослые? Нет. Когда внука вдвое уже? Подождите. О, одна первая, вторая носится. Мама, вот вы устроились в лидер? Да, конечно. Я 28 числа работаю, прихожу, меня уже в 12 часов уволили. Я с работы прихожу, подписанные документы, все у меня там у них все в документах есть. Почему у вас? Как мне жильцы подписывали, а просто не захотели заочно, уволили. Вот мне нужно просто собраться, понимаете, элементарно, у меня даже собраться не в чем. Сейчас сын должен вернуться к ней из детского дома. Вернуться к матери, которая, наверное, даже не знает, как он выглядит. Потому что 18 лет назад по решению суда ребенка оставили с отцом. Еще один должник. Здесь непонятно, как нужно поступить, по суду или по совести. Мужчина сейчас живет с другой семьей, где у него скоро родится ребенок. Бывшая жена подала на алименты для своей несовершеннолетней дочери. Отец, по его словам, от ребенка не отказывается и помогает ей деньгами. Собирает в школу, и, как выяснилось, ребенок – частый гость новой семьи. Я до этого вставал на биржу тоже. Да, это не работа. Необычный номер. Извините. Заявление все написал, трудовую забрали. И все, иначе. Казалось, кто отработал, и все. Тем не менее, долг по алиментам у него составляет почти 140 тысяч рублей. И сегодня приставы арестовали принадлежащий ему автомобиль. На сегодняшний день в Забайкайском крае зарегистрированы 11 655 алименщиков. Это каждый 94-й житель нашего региона. Из них добровольно платят алименты своим чадам 521 родитель. Общая задолженность по алиментам составляет 17 930 000 рублей. Но в 2014 году всеми законными способами с должников удалось взыскать более 20 миллионов. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забинфору.